Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта-Джонс, 25 лет разницы. Тина Тёрнер и Эрвин Бах, 16. Писательница Агата Кристи и Макс Меллоун, 14 лет. Джордж Клуни и Амаль Аламудин, 17. Модельер Вивьен Вествуд и Андреас Кронталлер, 25 лет разницы в возрасте. В юности они танцевали под разную музыку, читали разные книги, смотрели разные фильмы. Они – люди из разных поколений, которые приняли решение быть вместе. Но ежедневно они сталкиваются с непониманием и неприятием. А тем временем, каждый десятый брак в современной России – это неравный брак. Что такое неравный брак и как прожить его счастливо, смотрите прямо сейчас. Евгений Галикбаров из Новочебоксарска, старше Елены Ефимовой из Казани, на 20 лет. Ему 41, а ей 21 год. У нас разница в возрасте, разница в мир, восприятии. Вообще, я ровесник почти, что ее родителям. Елена и Евгений познакомились в интернете полтора года назад. После неудачных отношений с ровесником, Лена решила найти мужчину значительно старше себя. У меня были долгие отношения с двумя парнями, полгода и год с моего колледжа. Это были, наверное, очень абьюзивные отношения. И я думаю, блин, а мне реально, я не хочу так. Я поняла просто для себя, что, а почему я должна страдать с каким-то ***, да, извините меня, с пацаном, который ничего не собирается делать, не работает, у него даже прав нет. Если есть мужики, которые уже реализовались в жизни. Елена хотела серьезных отношений, а Евгений искал необременительных знакомств. Елена первой написала Евгению и сразу предложила встретиться. Встретились, там ждать пришлось ее правду. У меня ждал 4,5 часа, потому что это моя проверка сразу. Я делаю, ну, если мужик дождется, да, значит, ну, как бы нормально. Если не дождется, ну, иди лесом. Евгений дождался и не пожалел. Боярни Морозова. Здоровая, физически крепкая такая, ей за что схватиться. В соцсетях я искал изначально, в принципе, такую мадаму, чтобы возраст был примерно, там, ну, 20-25, чтобы у человека было образование. При первой же встрече Елена ударила точно в цель. Ей 21, и она студентка второго курса геодезического факультета. Живет в собственной квартире, которую ей подарил папа. Я не люблю работать, люблю учиться, я прям обожаю. Познать что-то новое для себя, это очень для меня интересно. Евгений по образованию экономист. У него собственный бизнес. Ремонт торговых помещений. Евгений был женат 5 лет. У него есть два сына. После развода в 2015 году дети остались с бывшей супругой Татьяной. Сам Евгений живет на два города. В Новочебоксарске, где у него квартира. И в Казани, где находится главный офис его фирмы. Два-три дня приезжает. Это не просто приезд там и уезд, да, а серьезные отношения. После развода Евгений 6 лет избегал серьезных отношений. Но встреча с Еленой стала чем-то большим, чем мимолетный роман. Хочу замуж. Обязательно. Все понятно. Ну типа колечко на палец вообще, да. Елена и Евгений хотят пожениться. Но родители девушки категорически против. Мама, фармацевт Ирина Ивановна. И папа, директор крупной сварочной компании Владимир Вальдемарович, уверены, что взрослый опытный мужчина относится к их дочери несерьезно. А сама Лена просто тратит время и молодость на эти отношения. Отец мой думает, что у него в каждом городе женщины, а мама относится как бы тоже скептенчески. Я не уверена, нужен ли мне такой зять. Мне кажется, что он вполне может обмануть, гулять может. Отец Елены отказался сниматься в проекте, но позицию жены поддерживает. Родители настаивают на расставании пары и не согласны принимать Евгения в качестве зятя. Чтобы изменить их отношения и доказать, что чувства Евгения настоящие, пара обратилась в реалити, статус неравный брак. У Елены и Евгения гостевые отношения. Елена живет в Казани, а Евгений в 100 километрах от нее в Новочбоксарске. Два раза в неделю он приезжает в город по работе. Родители Елены категорически против того, чтобы Евгений оставался в ее квартире. Перед очередной встречей с Евгением Елена решила заручиться поддержкой бабушки, матери своей мамы. Я вообще не понимаю, о чем мне делать. Просто она тебя любит, так и не хочет, чтобы ты какую-то ошибку сделала, наверное. Да, я знаю. Но самое главное, поговорить с ней, ладно? Да, конечно, обязательно. Женя для Лены, мне кажется, очень даже подходит. Шутить умеет, как-то разговорчивый очень. Бабушке Лены Лидии Ивановне 69 лет. Она всю жизнь проработала токарем на заводе. Сейчас на пенсии. В каждый свой приезд в Казань Женя вместе с Леной привозят ей продукты. Поэтому она хорошо его знает и не против того, чтобы Женя, несмотря на возраст, стал частью семьи. У вас же с дедушкой тоже разница была сколько? Восемь лет девять? Да. Ну, это даже хорошо, что он старше был, потому что он же мудрее, умел все делать. Ну да, Женя тоже такой. Ну, он мне за это и нравится, что он умный и самодостаточный. У меня тоже был неравный брак. Я была молода, чего мне было 18 лет, а муж уже 27 было. Самое главное тут уже любовь, наверное. Бабушка единственная в семье поддерживает Елену и не только пытается повлиять на ее родителей, но и помогает в отношениях с Евгением. Ну, ты, конечно, девочка умная, ты сама сообразишь, что делать. Ну да, ну а как мне вот понять? Я вот даже не знаю, я даже готовить не умею. Ну, научишься, господи. Я думала, что умела, что ли. Я в 18 замуж вышла. Все научилась. Твой дедушка очень даже любил мою стрепеню. То, что не умеешь готовить, это просто надо тебе хитрить. Я тебе сейчас пирог дам. Давай. Ты испечешь, как будто бы сама это сделала. Вот. Любишь, накормишь его. Конечно, я счастлива, что моя бабушка, может быть, мне поможет какой-то подход найти и маме, и папе. Но имитировать готовку Елене не пришлось. На следующее утро Евгений приехал к ней с завтраком в постель. Жень, ты все изляпал, да? Вот готовлю, блин. Приехал тут, блин, еще не готова. С 5 до 12, блин. Я же не кухарка, Жень. Ну, слушай, я кухарка, что ли? Ты, это, как бы, служанок не имеешь ни бояр, ни морозов. А чем я хуже бояр, ни морозов? Не, ну, Лена, это не дело. Я, как бы, тоже устаю, катаюсь в Казань. Тоже не ближний свет приехать. А тут даже стакан кофе не нальют. Что за хозяйка такая? Она выросла в таких условиях, когда, наверное, ее все там баловали. И у нее сложилось такое мнение о физической работе, что это удел какие-то, наверное, унтерменши, да, там недочеловеков. Женя хочет, чтобы я была хорошей хозяйкой, да, но я не хочу такой вот этот советский тип вот семьи. Хотела бы жить не для кого-то, а для себя. Со вчерашнего дня, наверное, или сколько дней у тебя уже посуд лежит? А мусор, мусор я вот выкидывал, целая мусорка полная. Ты как вообще живешь тут без меня? Я к тебе приехал, наверное, как-то встречать надо. Я тебя встретила красиво, ты же в моей квартире, ты мне теперь готовь. Ты что здесь в моей квартире, ***? У тебя только зубы свои. Квартира не твоя, папина. Машина тоже папина. Только зубы. Все у меня свое. Он приезжает ко мне из своего этого поселка, да, и я должна ему там все вот так вот расстилать, там, скатерть самобранку, да, и себя должна готовить, да. Почему? Если он приезжает ко мне, я считаю, что он должен. Он должен и обязан мне ресторан, ну, хотя бы кафе, хотя бы доставку. Если я буду все делать для него, я буду просто удобная. Так 20-летняя разница во взглядах проявляется в каждом моменте совместной жизни Елены и Евгения. Даже в таких мелочах, как завтрак. А где еда? Ваши кони поданы. Твоя тарелочка. А мы отсюда будем есть. Все грязное у тебя тут, все пыль. Ну иди помой, давай вилку мне. Ну ты вообще ***. А чай? Ладно, где у нас чай, блин? Все раскидано, блин. 10 кастрюль, блин, они в одной не готовят. Все в упаковке, блин. Я тем самым ее и воспитываю, тролли. Ее человек насилием нельзя приучить. А через интеллект воздействует на ее стыд совести. Я как бы пытаюсь ее изменить. Что тут у тебя? Шоколадки. Как маленькая девушка. 21 год в это время даму уже семьи заводит, детей рожает. Что, тебе семерых надо рожать? Достаточно одного. У тебя уже есть двое нахлебничков. У Евгения двое детей от первого брака. 11-летний Илья и 9-летний Матвей. Сыновья живут с матерью в Чебоксарах. Елена с ними не знакома. Для меня все равно тема детей – это очень сложный момент. Ну, это моя травма. Мне было 8 лет, потом родилась моя сестренка. Мама с папой, они как-то меньше стали мне давать внимания. И психологически мне было очень сложно. Когда ни денег, ни каких-то подарков стало меньше. Недополученное внимание и подарки Елена требует во взрослой жизни от мужчин. Чтобы замять конфликт с Евгением и получить какой-нибудь подарочек, она решает продемонстрировать свою хозяйственность и накормить любимого бабушкиным пирогом. Че-то, Лена, запах какой-то пошел. Жень, не снимай меня. Ну, ты вообще на че-то способна, где-то палец за палец ударить не можешь. Сожгла, готовый, походу, пирог. И готовый, я сама его готовила. У бабушкина она взяла, сожгла, спалила. Ну, не знала. Вообще, ***. Кто он такой? И кто я такая, чтобы так со мной обращаться? Он 40-летний мужик, да, пытающийся меня как-то опустить. А я-то знаю себе цену. Пусть только *** заикнется еще про какие-то вот эти вот варки, готовки, да, и это... Ой, мам, привет. Привет. Здравствуйте. Маме Елены Ирине Ивановне 49 лет. Зная нелюбовь дочери к готовке, два раза в неделю она привозит ей домашнюю еду, а заодно проверяет порядок в квартире. Мама Елены, как и ее отец, категорически против отношений 21-летней дочери с 41-летним мужчиной. Но Елена надеется, что сегодня мама привезла с собой не только теплый суп, но и лояльность по отношению к ее жениху. Что происходит, говорю? Ничего не происходит. Кому я зато что отношу? К нам. Кому еще? Тебе или это великовозрастно мужику? Ну а какой я великовозрастный мужик? Чего я как бы не так делаю? Как невеликовозрастный. Вот ты ей годишься. Ну, наверное, это так, но как бы тут уже отношения, любовь. Квартиру? Ты же не зря покупал, чтобы сюда таскали мужиков. Хватит, ну пожалуйста. Не хватит? Какие вопросы? Вопросы по квартире. У меня есть свое жилье, мне Елене на жилье не нужно. Я ей сказал приезжать, она не приехала ко мне. Мам, хватит, ну я знаю уже. Зачем ты угрелаешь просто? Что ты знаешь? И ничего в жизни не знаешь. Когда Елена только начала встречаться с Евгением, ее мама Ирина приложила много усилий, чтобы навести справки про его личную жизнь. Через знакомых в Новочебоксарске ей удалось выяснить, что первый брак Евгения распался из-за его постоянных разъездов и измен. Тогда как, по его версии, развод случился из-за финансовых проблем. Это опытный мужик. Он тебе не знает, что еще сделать. И никогда правду не говорит. Отец не хочет его видеть. Отец уверен, что у него есть семья. У меня одна в каждом городе. Где он? Он постоянно в командировках. Мы против, Лена. Не надо с ним жить. Не надо с ним отношений. Ничего хорошего не будет. Что сказать? Чтоб ты услышала. Мам, да я все равно услышу. Я его люблю. Что могу сделать? Просто прими мой выбор и все. Ты сейчас просто меня против себя настраиваешь. Я вижу, как он старается для меня. Ей ничего не докажешь. Даже говорить с ней бесполезно. Я просто терплю. Я постоянно это терплю. Попытка договориться с мамой провалилась. После ее ухода Елена просит Евгения вернуться назад. Звонок застал его по дороге домой в Новочбоксарск. Я не хочу тут ничего слушать, обсуждать, что я уже наслушался. Ты же не с мамой встречаешься, а со мной. Давай как-то вместе решать наши проблемы, а не просто уходить от них. Но ты же тоже была при этом разговоре. Вот как бы ты еще не могла ей что-то сказать. Что я ей скажу, если она в гневе? Я не знаю, что мне с тобой решать, если я уже уехал. Если ты меня любишь, ты можешь приехать. Ты можешь развернуться и все. 50 километров – это вообще фигня. Мы часто на самом деле ссоримся с Женей. Это все из-за матери моей. Да, мне больно в эти моменты. Бывает прямо жестко больно. Может быть, за это он меня и любит. За то, что я такой человек мягкий. Несмотря на то, что задействованы все силы, мама не сдается и принимать Евгения не хочет. Евгений тем временем пообещал, что приедет к Елене вечером. Чтобы не скучать, она отправляется на встречу с подругами Региной и Дианой. Лена рассказала им об утреннем конфликте мамы с Евгением. Я с мамой согласна. Ты ему прям 100% доверяешь, как бы, да? Да, 100%. А что тебя смущает? Ну, у него всякие сообщения приходят ночью. Ну, то есть, ему пишут какие-то женщины, там, звонят пьяные. Ну, он говорит, что это там бывшие, не бывшие, но я-то не знаю. У него командировки постоянные. Ну, да, это с сомнением, конечно. Даже до сих пор, вот, я смотрю, у него в телефоне есть фотографии его бывшей бабы вот этой вот, с которой он 8 лет, там, имел интимное отношение. Да, для меня это ***. Я задумываюсь об этом. А как у тебя с ним секс? Ну, типа, все тухло. Раз, там, не знаю, два дня, короче. А мне этого вообще, ну, не хватает. Ну, смотри, а сколько бы ты хотела с ним? Ну, раз в три в день. Сейчас, посмотрим. Ну, в интернете вот я нашла, типа, график секса, допустим, да, вот, как бы, вот он один раз пропустил. А, то есть, штраф. Штраф, да, да, да. Нет, ну да, это вообще нормальная идея. График секса – это календарь, в котором пара планирует романтические свидания. Если интим срывается по вине одного из партнеров, он исполняет желание второго или платит денежный штраф. График секса, я думаю, блин, ну, это реально прекрасная идея, которую мне посоветовала подруга. Ну, блин, все, по-любому надо это сделать. Ты такая яркая, молодая, веселая. Ну, смотри, вот через 10 лет ему будет 50 лет. 50. А тебе будет всего лишь 30. Зачем тебе он нужен вообще? Нет, ну, он заботливый, умный. Ну, он не как все мальчики. Он такой, ну, ну, можно сказать, как папа, да, но только мужчина. Я считаю, что я недолюбленный ребенок, потому что, ну, какое-то внимание завод, я говорю, отдавали сестренке, а мне не додавали. И вот это вот во мне вот так вот ярко вот, наверное, выразилось. Нужен был мужчина. Я хотела мужчину себе. Немного вот старше. За все время знакомства с Еленой, Диана и Регина видели Евгения пару раз и мельком. Девушки не понимают, что Елена нашла в мужчине, старше нее на 20 лет. Елена же считает, что подружки банально завидуют ее отношениям с бизнесменом. О, смотри, как тебе? О, секс, да. Все классно, Женя отправишь, он все, он придет к тебе, припал идет, Лена. Ну, а ну, что, после мель? Я считаю себя красивым человеком. Для меня, ну, самое важное, это вот, ну, я, мои губы, мои волосы, мои ресницы. Мне нужно хорошо выглядеть, для меня это самое главное. Вау, класс, класс. Я тебя такое никогда не видела. Красиво, вообще сексуально. Да, вообще классно, все идет, вообще очень. Ну, ладно, все. Сейчас, Женя вообще выпадет, отвечаю просто. Сейчас я пишу ему фотку. Давай. Давай я. Держи. Я классно. Вечером, как и обещал, Евгений приезжает к Елене. Чтобы сгладить утреннюю ссору с мамой, Лена пускает в ход женские чары. Посмотри на меня. Секс. Подожди, подожди. Ну, когда разденусь. Так, подожди, подай. Да, бывает такое, что, когда она встречает меня в таких нарядах, ну, меня иногда там, как бы, поражать ее бескусится. То есть, допустим, она не знает, что на что натянуть. А так, иногда у нее все норм получается. Ну, давай. Что давать? Я устал, что хороших липнуть. В смысле, Жень? Что? Хороших липнуть. Ты что, я здесь не машина же. Что ты мне тут показываешь? График секса. Да нафиг такой график. Я вот сейчас не хочу этого. Ну, что мне теперь по принуждению, что это? Жень, ну, я хочу. Мне 21 год, Жень. Разница в возрасте в 20 лет сказывается и на интиме в паре. Елена хочет близости несколько раз в день. Я понимаю, что ты хочешь. На данный момент я устал, мне не хочется этого. Жень, вот, все, мне без разницы. Что тебе тут, хуйка, и деньги, и хуйка, ты уже достал. Я говорю, что за поколение, ни души, ничего. Я хочу много секса, я хочу, чтобы он был регулярный, хочу, чтобы у меня, наконец-то, гормональный сбой мой ушел. Когда я увидел график секса, я просто обомлел, и, как бы, это, мягко говоря, вот, литературным языком. Конечно, она борзилась, честно, надо было дать ей немножко по*** пинка. Ну, разве тебе не нравится? Нравится, не нравится, спит моя красавица. За время съемок в проекте Елена и Евгений обнаружили, что между ними есть неразрешенные проблемы далеко за пределами видимости родителей. Разница в возрасте в 20 лет не дает им договориться о быте, сексе и обязанностях в отношениях. Впервые за все время отношений с Еленой Евгений решился на разговор с друзьями Дмитрием и Алексеем. Они знакомы с девушкой Женей и не одобряют их союз из-за разницы в возрасте. Ну, может, не с ней все-таки? Ну, понятно, можно и не с ней, но пока еще не встретил такого человека по душе, с кем был бы, как с ней. Братан, какой душ, кого ты лечишь? Видели мы, Елен, кто ее? Да, да, это размер, б***ь, такая, б***ь. Ну, это понятно, что как... Мога с мозгиненькой, нормально все. Да, 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 девчонка, она нормальная, видно. В соцсети, да, двигают, да. Что-то мне объясняют за программирование. Человек настаивает на браке. В принципе, если серьезно все сложится и все будет нормально в будущем, конечно, рассматриваю такую перспективу. Пока Евгений строит планы на будущий брак, Елена решает проверить возлюбленного и устраивает за ним слежку. И без того ревнивую девушку спровоцировал недавний отказ Жени от графика секса. Жень, это что такое? С кем ты вообще, Жень, б***ь? Это вот так ты работаешь, это вот с кем ты работаешь? Не, подожди, ты неправильно все понимаешь. Жень, ты вот каждый раз так делаешь? Это как бы я по работе собрался. Жень, б***ь, вообще. Фото людей забрал и все. Жень, б***ь, отношения ты реально, б***ь. Вот поэтому тебя не хватает на меня. Вот кого ты, б***ь. Ты что, ты неправильно все понимаешь? Я на работу еду, я людей п***ил по дороге. Какие люди? Ты неправильно поняла. Ты неправильно поняла. Преслежки за Женей, когда я увидела других женщин, это был момент опустошения. Это когда ты доверяешь человеку полностью, да, какие-то секреты себя, и когда человек тебе просто... Ну это предательство. Я, конечно, поражен, то, что она меня преследовала, значит, она мне не доверяет. Вызываемый абонент недоступен. Так. Не выслушав объяснение Жени, Елена исчезла, абсолютно уверенная в измене возлюбленного. Чтобы прийти в себя, Лена пошла за мудрым советом и свежим маникюром к подруге Алисе. Ну ты же знаешь, что типа у нас так отношения такие натянутые, сейчас еще хуже стало. Меня все задолбало, на самом деле, дети его и поведение его. Ну дети же здесь ни при чем. Может, ты с ними попробуешь как-нибудь наладить контакт. Это не мои дети, я не хочу вообще с ними никак контактировать. Ну слушайте, просто попробуй хотя бы. Если он будет видеть, что ты к его детям нормально относишься, у вас все в отношениях будет нормально. Просто хотя бы просто попробуй. В конце концов, если ты любишь мужчину, ты все равно должна принимать и его, таким, как он есть, и его детей. Смотри, я представлю еще такую ситуацию. Ты от него родишь, да? У вас что-то все не так пойдет. Ты с ним расстанешься. Другой мужчина вообще не примет детей. Не знаю. Может быть, ты и права, конечно. Конечно. Ну я подумаю определенно над тем, что ты сказала. Я допускаю такую мысль, что я приму детей с Женей, и я смирюсь с их существованием. Как у вас вообще в сексе все происходит? Нормально все или не очень? Сам процесс нормальный. В плане секса самого его у нее не хватает. А ты не хочешь попробовать к сексологу с ним сходить вместе? Она или он поможет вам разобраться в интимных, как бы сказать, таких делах. Я вот сходила со своим. Ты прям наладилась? Вообще-вообще круто. Она мне кое-какие сказала пройти тренинги. Кое-что для этого купить. И вообще все у нас так круто. Просто жесть. На следующий день Евгений приехал к Елене. Объяснился и убедил ее в том, что встречу с женщинами-коллегами Лена поняла неверно. Она пошла на мировую, но настояла на совместной консультации у сексолога по совету подруги. Вот только Женя уверен, проблемы в их отношениях начинаются не в спальне. Так ты будь такой, как моя жена бывшая, как ты говоришь. Как бывшая жена? Да. Ей 40 лет, ты вообще больной. Да это, слушай, я говорю, тебе у этих женщин надо поучиться, надо всему еще. Ты что, ты устраиваешь с твоей женой? А почему бы не сравнить? Это жесткий абьюз, Жень. Ну, конечно. Я не знаю, в чем абьюз. Я тебя пытаюсь научить хоть какой-то, блядь, жизненной этики. Даже твои дети, ты, блядь, с прицепом, извини меня. А ты кого хотела найти в 40 лет? Было бы ненормально, если мужчина, которому было 40 лет, был бы без брака, без семьи. Да? Он что, 40 лет на печи сидел, что ли? Да лучше бы на печи, чем сейчас. Ты деньги тратишь на них. Ты мог вообще эти деньги исключить на работницу. Ее эгоизм, ее там, избалованность мешает услышать правду иногда и открыть уже, как бы, глаза на ее проблемы. У меня других даже слов и эмоций нет. Это, ну, просто полный, ну... Человек меня настолько сильно не уважает, что он там говорит, мне вот абсолютно все равно. Вот на его бывшую жену абсолютно все равно. Меня просто бесит, если он меня сравнивает с кем-то. Это вот, ну, просто пока. Ссора с Евгением показала Елене, что их разные взгляды на секс и быт никуда не делись. А сравнение с бывшей женой Евгения, Татьяной, сильно уязвили самолюбие Елены. Она нашла в социальных сетях ее телефон и решилась на откровенный разговор. Можно вот у вас узнать, почему на вашей жене вообще женился? Мне просто очень интересно. Что вы такого сделали? Мне очень интересно, а кто это вообще? Ну, я девушка Женя. Как вы, может, не знаете, если он вам говорил об этом? То, что у него есть девушка, не жили бы в соцсетях, не видели меня. У него столько девушек, а какая именно? Как вас зовут хотя бы? Меня зовут Лена, я из Казани. Наверное, потому что полюбил. Наверное, потому что я хозяйка хорошая была. Какая вы хозяйка? Потому что вы из деревни, вот и все. Просто я из города, я молодая, я не должна вообще ничего делать. А вы просто были из деревни, вам просто надо было на каком *** выехать. И вы выехали просто на Жене бедном, потому что он был уже 28 лет, вас замуж никто не брал. А ты научись так, как я мужика, облизывать, чтобы он приходил домой и чисто, и убрано, и накормлено было. И на тебе тогда жениться. Ну, в 28 лет я не хочу жениться, мне надо сейчас. То есть самое главное, по-вашему, это хозяйство? А почему тогда он развелся с вами? То же очень интересно. Потому что гулял как в кабеле, это я с ним развелась. Мне в разговоре с Жениной женой вообще ничего не понравилось. Это просто был полный ***. Это разнос на самом деле. его жена начала говорить про то, что у него дофига баб. Ну, я не знаю, насколько это правда. И как бы защищать я его тоже не стала. Идельного совета, как выйти замуж, она мне так и не дала. О звонке бывшей жене Елена ничего не сказала Евгению. Зато уговорила его все-таки сходить к сексологу. На первой же встрече сексолог Ольга Черткова выдала паре тапочки, чтобы те чувствовали себя как дома и были откровенны. Сеанс начался с двухминутной практики. Елена и Евгений молча смотрели друг другу в глаза, а сексолог наблюдала за ними. Сложилось впечатление, что вы часто что-то от него требуете. Ну да, может быть. То есть есть какой-то некий образ, идеал, с которым вы пытаетесь его приравнять, и получается, как будто не принимаете его. Ну да, может быть такое. Блин, это, кстати, очень точно. Если мы говорим про любовь, то любовь это в первую очередь принятие человека таким, как он есть. Вот он такой. Нужен он такой вам? Да. Она как бы наполовину права, наполовину нет. Да, я вижу будущее с Женей достаточно светлым, да, если он начнет как бы меняться и в плане меньше вот этого, меньше эмоциональности и больше дела, больше труда, больше вкладов, больше разговаривать. То, что вот вы сидели друг напротив друга, смотрели в глаза и держали за руки, это очень полезная практика для пар, для поддержания здорового эмоционального фона. То есть если у вас будет близость эмоциональная, то у вас и в сексе будет все хорошо. Мысль была разумна, да, как бы возможно действительно надо чаще как бы совместно все это дело обсуждать и слушать на своего партнера. У вас сексуальные фантазии сходятся? Немного отличаются. Но вы это обговариваете. А в чем у нас отличаются? Ну, немного отличаются. У меня такое чувство, что Евгений как будто бы разговаривает с вами, а вы сейчас первый раз это слышите. Нет, ну просто немного отличается, она купит одно, а мне как-то непонятно вот это. Я первый раз это слышу реально. Как думаете, он может вам изменить? Да, конечно. Он всегда изменял, конечно, он может. Ты что тут придумал? Жень, ты всегда всем изменял, и мне он, конечно, может изменять. Нисколько. Тем не менее, вы таким его будете принимать? Нет, я не смогу, наверное. Я бы его не простила. Ну, ей красиво, я ее знаю. И я могу найти очень хорошего. А что останавливает? Ну, он. Слушай, я вообще у тебя в телефоне там Тиндер увидел и мамбу. Так что, блин, насчет того, что кто кому изменяет, большой-большой вопрос. Это раз. Два. Тебя же никто за руку не держит. Ну, как и тебя никто не держит. Ну, и все. Что вас держит вместе? Отношения. Ну, отношения, да. Ну, нам есть о чем поговорить, есть о чем заняться. Ну, да, мне нравится, что он опытный. У меня было достаточно партнеров, чтобы вот сказать то, что я не хочу молодого тела. В плане интима Женя меня, конечно, не полностью устраивает в плане того, что мне когда-то не хватает. Да, но в плане самого полового акта мне все устраивает. И я знаю то, что молодые мальчики, они как бы ненасытны, да, но они в большинстве случаев они не знают, как что делать. Игрушки. Как вы относитесь к ним? Ну, такое. Ничего не зашло. На пульте пробовали? Нет. От смартфона приложение? Можно скачать. Ну, да, да, это золотопом. Мне кажется, вам очень даже подойдет, если вам не хватает количества. Ну, да. При этом Евгений может быть участен в этом. Он, допустим, на работе где-то. Ну, да, это такая идея. На строке миски варочек. Но при этом он рядом с вами. Мы с вами помогаем. Помогаем. И я считаю, что это нормально и абсолютно обычно. Это 21 век, и почему бы и нет. Сексолог посоветовала Евгению и Елене купить парную игрушку, которой можно управлять дистанционно с помощью смартфона. Одна из самых интересных моделей. Это и туда, и сюда, да? Да. Вот эта часть стимулирует вибрации, а эта часть стимулирует вакуумом. Жень. Что там? Это целый аппарат. Посмотри. Ой. На космический корабль, говорят, многие похожи. Чтоб в космос улететь, да? Офигеть. Нет, это вообще очень прикольно. Это просто топ. Я решил, ну, действительно, пусть Лена выберет все, что ей нужно, чтобы она понимала, что я неравнодушен к ней, что я как бы с ней вместе и пытаюсь улучшить нашу жизнь. Мы прикупили кое-что, и я испытала достаточно бурные эмоции после этого, и мне было очень прикольно, и я думаю, надо продолжать пользоваться этим. Интимный вопрос улажен, но другие проблемы в паре остались. 21-летняя Елена уверена, что за ее молодость избранник должен платить обожанием, подарками и походами в рестораны. А ее задача – просто быть красивой. 41-летний Евгений с такой позицией не согласен. Вот видишь, как хорошо сидеть в ресторане. Мы можем каждый день так ходить и постоянно кушать только в ресторанах. Почему нельзя вообще стремиться к тому, чтобы жизнь была вот такая вот? Это же наоборот хорошо. Хорошо жить – это очень хорошо. Но чтобы хорошо жить, надо хорошо работать. Ты когда начнешь работать? Я же тебе говорила, что я не хочу работать. Ну, ты говоришь, вот я хочу начать блогерство, хоть там реклама, бизнес. Когда? Ну, подожди, в смысле, что с меня ты вообще требуешь? То приготовь, то теперь еще деньги заработай. Я тебе вообще должна все делать в этом мире. А ты должен сидеть и смотреть на меня. Да нет, просто я пока вижу это в одностороннем порядке. Пока я должен, а ты просто потребляешь. Любовь может завязть. Хотя бы месяц я бы поработала, просто не было бы для интереса. Нам не берут девочек-геодезистов почему-то, а на севера я ехать как бы не хочу. Пока будние Елены заполнены только учебой в университете. Хобби у нее нет, поэтому свободное время она стремится проводить с Евгением. Возьми меня с собой в Чебоксары. Что ты будешь там делать? С тобой быть. У меня детишки приехали как раз. Я планирую к ним заехать. Ну, не заедешь, будешь со мной. Мне надо к ним заехать. Они мои такие же близкие люди, такие же, как и ты. Они такие же, я должна быть выше. Ну, твой эгоизм уже зашкаливает. Почему мой эгоизм? Женщина всегда должна быть выше. Чем ты лучше их? Они также мои родные люди. У нас будут с тобой дети, я же тоже не буду от них отказываться. Опять эти бесконечные истерики. Я Лену люблю, но она меня замучила постоянно своими там напрягами и там какой-то ревностью, я не знаю, к детям. У Евгения двое сыновей от прошлого брака. 11-летний Илья и 9-летний Матвей. После развода мальчики остались жить с мамой. Уже год Евгений в отношениях с Еленой, но знакомиться с его детьми она не хочет. Евгений уехал в Чебоксары к детям, а Елена осталась в Казани. Что делаешь? Да, вот так, прогуливаюсь. Часки. Один. Как будто не один, нет. Просто там что-то слышно. В принципе, детьми со своими. Я сразу не сказал про них. Ну, ты неправду же говоришь, получается. Нет, я один в чьем гуляю. Почему я с ними не могу? Ты могу просто время сейчас проводить со мной? Я с тобой время провожу. Ну, недостаточно. Мне недостаточно этого времени. Я хочу, чтобы все время ты проводил со мной постоянно. Чтобы мы жили нормально вместе, как люди. А то ты постоянно то там, то там, то еще и с детьми. Я очень эгоистичный человек. И я не хочу делить внимание и любовь людей, которые со мной общаются, на другого человека какого-то. В Чебоксарах Евгений встретился со своей двоюродной сестрой Верой. Она дружит с бывшей женой Евгения Татьяной. К новой страсти брата Вера относится негативно. Вроде год как в отношениях, образование вроде выше и с полноценной семьи. С детям относится вон так. Ну, как бы не хочешь, чтобы я с ними виделся, в общем. Все внимание ей. Слушай, Жень, а нафиг тебе вообще все это надо, а? Ну, люблю человека, а так понимаю, что все очень сложно. Ну, ты-то любишь, а тебя любят. Ну, я думаю, меня-то любят, но не полностью. Вот то, что меня любят не полностью, вот это меня и напрягает. Потому что без детей я как бы не полный все равно человек. Вот тем более, дети, они родные, а она пришла-ушла. А Елена тем временем уходить не собирается. Остыв после ссоры с Евгением и вспомнив слова подруги о том, как важно принять прошлое и детей любимого мужчины, она решает поехать в Чебоксары, чтобы познакомиться с сыновьями Жени. Евгений такому повороту очень обрадовался. Поговорим? Побегай. Ты сейчас реально куда-нибудь бегаешь? А чего за ними? Надо за ними бегать, реально. Ну, а чего? Серьезный шаг со стороны Лены Евгений оценил. Детям папина новая девушка тоже понравилась. Но когда о знакомстве с детьми узнали родители Елены, которые настроены против отношений дочери со взрослым мужчиной, они устроили скандал и перестали с ней разговаривать. Елена снова попросила о помощи бабушку Лидию Ивановну. Ира, в неравном браке ничего страшного нет. Наш дедушка, твой папа, тоже был старше меня наше след. Дедушка понятный человек был, а у этого прошлое, вон какой. Я за дочь боюсь. Он же ежедневно сломает. Ира, дай Жене шанс. Он вроде неплохой человек, ошибки у всех есть. Прошлое, оно и есть прошлое. Он давно уже по-другому живет. Ой, нет, мама. Ира, ты же видишь, что Лена влюблена в Женю? Не ставь Лену перед выбором, потому что Лена может выбрать Женю и терять дочь. Приви мудрость. Во время разговора Ирина Ивановна поставила условие. Они с мужем не будут препятствовать отношениям дочери с Евгением, только если он сделает предложение. Чтобы добиться безоговорочного принятия родителей, Елена решила перетащить на свою сторону тетку, мамину родную сестру Надежду, и позвала Евгения к ней на знакомство. Надежде 47 лет. По профессии она инженер, не замужем. Вот, огурчик еще бери. Ага, спасибо большое. Она неизвестна, когда тебя еще накормят. Ты так что кушай. Да, походу, это так. А я вообще вам не мешаю, блин. В смысле мешаю? В смысле, тетя Наня, ты вообще, блин, зачем ты за ним постоянно ухаживаешь? Ну, как? Он за мой мужчина. Ты же его привела. А ты за меня тоже упас бы тогда. Ну, вот я же такая хозяйственная. Ты тоже учись. Нет, вообще не надо. Мне 21 год, я хочу нормально жить. Ну, ты же замуж хотела вроде бы. Ну, замуж хочу, но я рационально хозяйство буду ходить, я вообще не хочу. Ну, а кто будет у тебя хозяйство-то вести? Домработница. Да, Жень? Да, это какая-то графиня Барашкова, блин. Где твой замок? Да, временами появляет вот такую, как бы, неадекватность, что не хочет человек там, ну, заниматься там домашним хозяйством. Бывает такое. Ну, в общем, так, за собой убирает. То есть можно человека приучить, я думаю. А ты вообще сама что будешь делать? Ты только будешь ресницы и губы делать. Ты вот смотри, ты съездил в тур, смотри, ты поправилась. Мне же надо сходить с собой тоже заняться и немножко приложить усилия какое-то. А ты просто сидеть хочешь вот так вот, разложив рульки, любите меня такой, какая я есть. Потому что я в себя вкладываю постоянно, что говоришь-то. Похудею еще мне 20 год. В себя вкладываешь, а в меня? Как бы эта система Неппель уже достала. Она не работает. Я тебе говорю, надо в две стороны, чтобы было. Ты что-то тоже делай, какие-то подвижки. Так я делаю, я же с тобой не подвожусь. Ты находишься, но ты же не мебель, не одежда, не куртка моя. Ты должна что-то делать, ты человек, ты не предмет. Ты должна двигаться навстречу. Вы вообще любите друг друга? Я вот понять не могу. Конечно, люблю. Любой, говорят, это костер, его нужно всегда питать, чтобы он горел. Женщина-хранительница очага. Так что ты как хозяйка должна этот костер подогревать. Давай салатик. Спасибо, спасибо. Ты совсем мало кушаешь. Ваши дала очень. Короче, мы вообще не долбали, сами сидите тут, ладно. У нее глаза, как у лисицы, которая нашла какую-то там свою добычу и хочет к ней подобраться. Ну, для меня это ненормально и как бы это пи*** полный. Когда она начала там, можно сказать, клеиться к Жене напрямую. Жень, почему ты меня не защищал? Ну, а что, как? Ты только меня топил. А что тебя защищать? Она реально права, что не защищал. Я на стороне истины, как бы. Ну, что, какой истины? Она постоянно, извини меня, до тебя докапывалась. То есть за тобой ухаживала. Прям при мне. Это нормально, что ли? А что здесь ненормального? Ты мог не отвечать ей ничем, просто там, не знаю, сказать наоборот, я не хочу. И все. Я не хочу чего? Я хотел покушать, я поел. А там какое было внимание, не внимание, ну, как бы. Что тут плохого-то? Мама Елены узнала про знакомство Евгения с ее сестрой Надеждой. Но, несмотря на добрые отзывы о женихе дочки, отказалась общаться с ним, пока не сделано предложение. Бабушка Елены втайне от родственников вызвала Женю на разговор. Евгений, пожалуйста, пойми ее родителей. Ты же сам отец. Они боятся за свою дочь. Я понимаю их, но обвинение в том, что я хочу обмануть ее, меня огорчает. Вот раз ты понимаешь, покажи им, что ты их в требовании услышал и понял. Хорошо, я подумаю, что можно сделать, чтобы Елена Ивановна поняла, что я настроена серьезно. Через несколько дней Лидия Ивановна позвала к себе домой Лену и ее маму Ирину Ивановну под предлогом помощи с уборкой. У нас, получается, с твоей мамой тоже есть непонимание. Я бы хотел, в свою очередь, тоже сделать такое предложение, что вот есть мое жилье в Чебоксарах, ты знаешь, как бы, ну, подарить его тебе, по сути, да, чтобы как бы не было никаких моментов. Хочется верить, что он как-то любит, вижу, как-то хорошо к ней относится. Предложение Евгения переписать свою квартиру на Елену убедила мать в серьезности его намерений. И она дала согласие на брак. Я витаю в облаках, это просто седьмое небо от счастья, я ура-ура, наконец-то, я этого добилась, я до этого дошла. Я решил, как пойти уже до конца в этом деле, так как я Лену люблю. Ничего себе. Давай руку. Что, надо давать или что, да? Краву уж надо давать. Ну, праву надо давать. У тебя уже места нет. Места нет. Что, Жень, ты себе что-то подарил? Ну, да, да. Вот ведь она еще не верит, что это. Ты выйдешь вообще замуж, что ли? Выйдешь замуж? Что-то на кровь, что губы липнут, аж. Я пожелаю их неравному браку любви, гармонии, ну, чтобы они смотрели в одну сторону, а вы приезжайте к нам на свадьбу. Родители Лены приняли Женю в семью. Свадьба пары состоится через семь месяцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова